Пусть это звучит громко, но это сугубо мое мнение. Я за него готов ответить. Может быть, кто-то это делает, но я об этом не знаю. Я этого не видел за 4 года в сбор. Мы не берем 200 метров или 1000. Берем просто один грибок, идеальный грибок. Сугубо индивидуально. И вот в этом тоже тренерский подход должен быть. Здесь надо расходиться, потому что, к примеру, у меня не получалось тренироваться. У меня была группа Штоколов и Павлов. Штоколов готовил 1000, у Павлов 500, я 200. Мне надо идти на пульсе 180, а они идут на пульсе 150. Вообще официально САБ, самодвижение САБ, признано Олимпийским комитетом самым быстро развивающимся спортом в мире сегодня. То есть именно как спорт. Потому что до этого... САБ до этого считался как вид рекреации, как просто активное времяпровождение. Сейчас его классифицировали как спорт. Это самый быстро развивающийся спорт. На международной арене что сейчас происходит? В конце февраля арбитражный суд вынесет решение, кому будет принадлежать САБ именно как олимпийское движение. Потому что его уже в 2024 году хотят представить в Париже как потенциальный олимпийский вид спорта для 30-го, не, 28-го года. Ну и провести некие соревнования на Олимпиаде хотят? Да, будет какой-то демо, ну типа фестиваль в рамках Олимпийских игр. Это как Грифи, наверное. Да, да, да. Это будет уже представлено в Париже. Может быть даже и в Токио уже, если успеют они что-то уладить. Но сейчас пока что идет разбирательство, кому как будет олимпийское движение принадлежать. Но как просто вид гребли и вид активности, он будет существовать, я уверен, по обеим федерациям. То есть по федерации серфинга и по федерации гребли. Почему это происходит? К примеру, у федерации гребли, вот если взять Россию, ну вот у нас серфинг он тоже только появился. То есть его не было. А есть страны, где серфинга нет вообще в целом. Но есть очень большое движение САП гребцов. И они хотят себя позиционировать и классифицировать как федерация гребли. Какие-то океанские страны, они, естественно, за то, что САП это серфинг. Компромисс от федерации гребли был такой, что, ребята, к примеру, все, что на волнах, все, что связано с океаном, это ваше. Все, что связано с гладкой греблей, это наше. Компромисс этот не получилось как-то оформить между двумя федерациями. Поэтому суд решит, кому отдача, в общем-то, покровительство над САПом. Но, как бы там ни было, в России в этом году поставили рекорд Гиннеса. 844 САПа вышли в Владивостоке. Да, то есть предыдущий... Это там был САП? Нет, я не был в это время там, да, к сожалению. Но я думаю, что ничего, это просто круто. Я и так рад, если бы 845 было, ничего бы не изменилось. Потому что предыдущий рекорд был 300 человек. А здесь 800. И я уже знаю, что будет много соревнований проводиться в России. Открываются САП-точки, открываются САП-школы. Именно как уже детские школы. Поэтому это новый виток гребли. И я тоже считаю, что САП это как такая ступенька тоже для того, чтобы прийти к профессиональному греблю. Кстати, да. Я можно дополню, я выставлял у себя в Инстаграме. Я в Москве ректоренировался, там, в принципе, разведиться захотелось. Ну, дошел там до Москва-Сити, там, обратно. И в результате, ну, хэштег, знаешь, как ставишь, там, обычно нажимаешь там. Я потом смотрю, раз у меня на хэштеге еще есть парень, который на САПе до Москва-Сити дошел. Я с ним в Инстаграме списался, говорю, слушай, а ты там как, чего вообще? А он просто вот рюкзачок положил себе до САП. И туда дошел, до него и обратно. У него вышло, правда, 2 часа, получается. Там скорость меньше, там, пятерка, где-то 6 километров, сейчас где-то 5-6. Ну, мне за час туда обратно я успел. А он, в результате, просто списались с ним. Я говорю, а ты как, профессиональный? Он говорит, нет, просто вот любитель. И в Москве, я смотрю, вот у нас даже какие-то люди не связаны с греблей, вот так вот просто наношелся. В том-то и дело, что вообще не связаны с греблей. То есть, даже те, кто связаны с греблей, как-то очень тяжело еще пока что на это реагируют. Но я могу понять, потому что я скажу, что 2 года назад мне САП был вообще безинтересен. То есть, ну, я греб лодки, я думаю, ну, что еще грести? Типа, ну, когда отдыхаешь, грести и не отдыхаешь, гребешь. Но сейчас я это открыл совершенно по-другому. Это круто, это легко, это можно сделать любой. Ты можешь попасть в такие места, в которых ты не попадешь ни в лодки, ни на катере, ни на чем. Поэтому в этом плане САП очень уникальная вещь. Я так понимаю, еще преимущество САПа в том, что есть, так скажем, доски, которые просто, есть, которые надувные. Можно взял, собрал и увез, да? Да, кстати, да. Это очень практично, потому что у меня есть такой САП. Это вот сумка вот где-то вот такая, 10 килограмм весом. Я просто прям туда нагрузил вещей, полетел в Португалию, прилетел, вышел, надул САП, вышел в океан, погреб, все свернул, на плечи кинул и вернулся. Это класс, это транспортировка, как обычный багаж. И, кстати, на чемпионате мира по гребле будет тоже категория надувных досок, что очень хорошо, потому что по федерации серфинга, вот я ездил на чемпионат мира, но это выглядит приблизительно так. Есть 10 чуваков мировых, которые просто рубятся между собой. И все остальные, это масса людей, это да, это те люди, которые уже не достигнут их уровня, во-первых. И во-вторых, что им приходится соревноваться с этими ребятами. Ну, это безнадежно, я бы сказал, это безнадежно. А здесь, к примеру, вот топовые ребята станут на карбоновые хорошие доски, будут меняться между собой. Если ты, ну, чайник, как я тоже, по сути, еще в этом САПе, ну... Ну, чайник ты выиграл два раза еще. Ну, да, но я имею в виду, что я не родился возле океана, я не гребусь с детства на САПе. Я не могу пока что конкурировать с этими топами. Я могу конкурировать с такими же, как и я, ребятами, которые вот с какого-то спорта пришли. И это очень круто, это возможность все-таки бороться за титул. Ну, да, да, да. Чуть-чуть пониже категории, но все-таки бороться за титул, а не за 25-е место. И вот, собственно говоря, поэтому классно. Хотел сказать, вот спросите, а вот преимущество, вот то, что ты обладаешь реально профессиональными навыками в КАНОЕ, в САПе тебе это дало что-то, или это вообще разное совершенно? Единственное, что дало, я думаю, что все-таки функциональное состояние. И я это понял не только по себе, даже вот девчонка с виндсерфа, она стала, поскольку у нее как бы мышечно, она готова, функционально готова. Она тоже выиграла тех, кто в САПе работает. В этом плане преимущество есть, функциональности. В плане технического понимания тоже есть, именно понимание самого грибка. Но именно сама техника совершенно разная. Я знаешь, почему спрашиваю? У нас приходили люди, ну, к нам у нас был Дмитрий Ишанкин, там есть видео, ссылочка будет. Юля Коновалова, там тяжелоатлетка, она сейчас кроссфитом занимается, тоже ссылочка будет. И суть в том, что они вроде гребли имели некое отношение к концептам, а не гребли. То есть, и когда мы их посадили на байдерку, они сказали, что это совершенно другое, вообще не описывали. Но мы их еще в каноэ не ставили, это мы тоже потом сделаем. Ну вот поэтому, а про тебя как профессионала, да, то есть и каноэ, и вроде САП, чуть-чуть движение вроде похоже, и весло даже вроде одно. Весло одно, принцип, в принципе, похож, но именно то, что ты стоишь, это уже влияет очень сильно. К примеру, в лодке я стою на колене, у меня центр тяжести близко к воде, я стабильно сижу в лодке. На САПе я, ну, у меня все дребезжит. У меня, к примеру, мышцы стабилизации, там, глубокие мышцы кора. Оказалось, спустя там 10 лет гребли на топовом уровне, они в САПе как бы, ну, не дают ничего. Серьезно? Да, вот я в море выходил первые разы, я просто, ну, как ребенок, вот так, дребезжащими ногами, я просто... Хотя там плоскость же такая. Ну, вроде бы такая, но из-за того, что ты стоишь и уже переносишь масло на весло по-другому, это все меняется. Но это недолго, конечно, перестроится, это можно привыкнуть, но все-таки различность есть. И я вот как хочу навести еще пример, в чем разница. Пусть встанет тогда САПер в каноэ и выиграет чемпионат России. Это невозможно. Поэтому в этом и есть разница. Если бы все так было просто, то САПеры бы гребли в каноэ, и каноисты гребли бы в САПе. Вот, поэтому все-таки это очень похожие, однотипные, но разные виды спорта. Вопрос такой, ну, мы в Москве находимся, да? Есть ли где-то, где можно этим заниматься, или клуб какой-то, или еще что-то? Да. Куда пойти учиться? В Москве есть стационарный, на сегодняшний день я знаю один спот прям стационарный, это в Строгино. Там есть школа ветров, по-моему, называется парусный клуб виндсерфа. И там прям есть САП под Строгино, который стационарный, работает в сезоне в Строгинской пойме. Выходит сюда, где Серебряный бор, они делают хорошие, в общем, программы. По выходным выезжают на озера. Ну, и есть несколько таких интернет, можно сказать, площадок, где ты можешь просто записаться, прийти в определенное время, в определенный день на точку, получить там САПе, погрести. Но в этом году я уже уверен, что добавится несколько еще, я пока не могу это рассказывать, но добавится 2-3 еще стационарных спота. И тема эта будет двигаться уже не только как прокат, не только как активность, а как именно спорт. Ну, профессиональный, так сказать, направлено уже, да? Да, приближаться к профессиональному, потому что все-таки до профессионализма в САПе в России еще далеко, как ни крути. Мы только вышли на этот путь, потому что если взять мировую статистику, то вот если с Гавайи это началась статистика, пошла вверх, потом выровнялась. Когда она начала падать, она дошла до Европы, когда там начала падать. В общем, этот пик в Европе уже прошел, я бы сказал, то есть он может быть на ровном сейчас уровне, роста нет. То в России вот оно только начало вот выкарабкиваться прям вот масштабно, потому что ну было точечно, было Владивосток и был Питер. Вот. А теперь это все прям повсеместно, везде размножается, так сказать, и мы на пути как бы вверх пока что. Вопрос теперь про САП. Спасибо, я понял. То есть ребята, я думаю, надеюсь, почерпнули для себя, куда пойти и что у нас сейчас будет с САПом происходить. Вопрос такой. Ты когда тестировался, смотрю, у тебя физическая форма хорошая, многие на самом деле интересуются, как совмещать воду. Может просто кратенько какую-нибудь рекомендацию дать. Вот как ты тренируешься сам? Вот многим даже интересно, потому что экономисты здоровейшие. Да. Ну, я так скажу, что тренируюсь я, во-первых, уже 10 лет. На сегодняшнем этапе, я сейчас чуть позже скажу, я скажу, как я начинал именно вот этот путь, когда я уже попал на, начал попадать на чемпионаты Европы. Зимой это, конечно же, я делал базу, я делал много воды. Ну, то, что сейчас все говорят, что надо уходить от объемов, это да, но все равно за всю свою карьеру тебе нужно сделать эту базу. Ее нужно накатать. Кто-то это делает в 14 лет. Я, например, сделал это с 16 до 18 лет. То есть я чуть позже начал это делать. И моя специализация спринт. Для себя я потом понял, что долгие тренировки, объемные на воде, они мне бесполезны. И я начал тренироваться следующим образом. Вот могу сказать, как я тренировался, к примеру, последний год там перед Олимпиадой и те годы, когда я был в лучшей форме, когда там выигрывал там Европу, например. В целом я делю день на три тренировки. Первая из них это прям утренняя. Но это не тренировка, но и не зарядка. То есть это не просто там руками помахать. Я выделяю там 30-40 минут гребли на тренажере, на концепте. Вот именно там типа до завтрака. То есть я не обламываюсь просыпаться в 7 утра, чтобы сделать 30-минутную... Ну, это можно назвать зарядку, но я называю это тренировочкой, потому что я устаю. Ага. Но ты сильно не закисляешься, так в кайф. Да, да, да. Может, парочку там что-нибудь сделаешь, такого стресса себе, и все, чтобы проснуться. Да, просто дать заряд, дать запустить какие-то уже процессы в организме. Потом спокойно там завтракаешь, проводишь какое-то время, отдыхаешь. И там тренировка в 10-30, там в 10 утра. В основном это вот как раз-таки основная моя водная часть. То есть я иду, я делаю час тренировки на воде, из которых я делаю 40 минут, там, можно сказать, 30-35 минут качественной чистой гребли. То есть я не люблю вот эти по 50-минутные перерывы там между чем-то и вот это плавание по кругу. Я считаю, что это нецелезобразно, потому что ты все-таки гребешь, и ты нарабатываешь рефлекс неправильного гребка. То есть я к тому, что я утром разминаюсь, если этот аэропчик мне нужен, я либо пробегусь, либо сяду на велосипед. А если я выйду на воду, то я отработаю этих 40 минут, там, например, качественно, тем гребком, который должен быть. Ну, в основном я пользуюсь гидротормозом и весом в лодке, да. Я даже скажу, что за неделю, вот если начинать брать с весны, когда я уже начинаю разгоняться, я, может быть, один-два раза хожу без ничего в неделю. Все остальное время это различные усилия этих гидротормоза, то ли меньше, то ли больше, в зависимости. Чем дольше дистанцию я иду, тем это меньше, чем короче, тем больше. Основное, я так понимаю, ты делаешь интервальные, так называемые, тренировки? Нет, интервальные я не делаю. Интервал это типа время через время, прям вот такими сетами. Я делаю повторные тренировки. Повторные. Повторные это, например, я делаю 6 по 250, да. А, то есть таким образом. Да, то есть я не делаю, ну у нас делают их 20 по 250, но они их делают там на время, там на минуту, там и 5 секунд. Я за то, что сделать 5 отрезков лучше, но их сделать за 55 секунд качественно. И там откатиться чуть-чуть, потом выйти, пойти на турничок, подтянуться. И это утренняя часть, да, обеденная моя. Вот я делаю основную работу, там это 250, там 100, 500 могу несколько раз пройти. Ну, какую-то конкретную работу, чтобы приближаться к грибку, который будет в соревнованиях. И после этого обязательно в зале я еще забиваюсь какой-то штангой. И вторая часть дня, это как правило уже основная часть, это либо, ну там ты, ну я не бегаю, я на велосипеде стараюсь. Ну, чтобы не травмировать, конечно. Да, 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 то есть я там больше велосипед, какой-то вот аэроп такой, в зале поработать и просто закатиться на воде там 4-5 километров. То есть, по сути, основная вода это вот утром, вечером это закатка. В сумме стараюсь делать 12, 12 километров 15 в день. Не за тренировку, да, не за тренировку. Слушай, ну это, ну, кстати, немного, и это хорошо. Ну это немного, но я делал больше, мне больше не подходило. Я делал и 25 в день. Пользуясь этого, качественная работа все равно с этих 25-7 километров, понимаешь? Ты делай хоть 30 километров, если ты их качественно сделаешь, класс, я не умею. У нас бывает, знаешь, говорят, вот я там прокатил 25-30 километров, но сумма, если посчитать, как он их катил, да, эффективность. Самое главное, эффективность времени той, которую ты... К примеру, даже я за то, что аэроп, если делать на воде, я его делаю 40-минутным, 50-минутным, то есть в одном формате. Если я хочу тренировать именно сердце, то я это буду делать не в лодке, потому что я не хочу за счет изменения техники тренировать сердце. Я сяду на тренажер, на концерт академический даже, и я лучше полтора часа отгребу там, но мой грибок останется сохраненным спринтерским. Вот, кстати, вот это вообще тема. То есть я так понимаю, что ты, когда делаешь аэробные тренировки, ты вообще другой регион тренируешь, например, ногами, да, велосипед кручешь, или концерт делаешь, чтобы не повлияла твоя техника. Ну, естественно, да. Потому что когда мы аэроб, естественно, у нас там совершенно другие мышцы, уже там устаешь, ты, да, они, ну, вяленькие могут быть, и чтобы не испортить вот эту спринтерскую хорошую технику, которую ты наработал ее вот в этими короткими тренировками, ты делаешь другие группы мышц, то есть ты аэробнешь. Это, кстати, очень хорошее дело. Ну, и это тоже я, почему я с этим делюсь, это не я придумал, и не я здесь гений, это вот кто лучше в спринте, да, вот я считаю, с кого брать пример, это легкая атлетика, потому что легкая атлетика – это королева спорта, над этим работают институты просто годами уже. То есть, к сожалению, над спринтерской байдаркой каноэ не работают институты, над плаванием работают, да, над легкой атлетикой работают. И я просто в местах, где я бывал, я всегда старался смотреть, как они делают. Я видел, как это делают спринтера легкой атлетики в горах, например. Я видел, что он делает в подъем какой-то спринтерский отрезок и просто спокойненько спускается себе, больше ничего не делая просто. Он делает только отрезок. Он не бегает 10 километров за тренировку, как нам нужно, например. То есть он делает, пробегает там 10 своих отрезков по 100 метров, делает качественных километров. Все остальное время он вообще ходит пешком, он даже не просто, не то что трусой не бежит. Точно так же и в плавании это наблюдал. Поэтому я вот даже сказал бы, что я что-то копировал и старался переносить просто на греблю, на наш формат тренировок. И это экспериментальным способом взорвало просто один раз. Я почувствовал, как от этого идет прирост, и все, и так начал держать путь. Ты сам тренируешься или все-таки у тебя есть какой-то наставник, помощник, который может тебе порекомендовать что-то? Или ты в принципе сам анализируешься? Нет, есть, конечно, есть. Еще даже до момента, когда я попал в сборную России, я работал, у меня есть человек Аднан Алиев, это он сам болгарин. Мы с ним еще вместе работали в Азербайджане. Это не тренер, это не кто, это мой друг, который просто грамотный специалист, я считаю, в плане методическом. Ну, он бывший гребец, как гребец, он участник Олимпийских игр, там нет каких-то выдающихся результатов. Да, но в плане... На самом деле, извини, кто уже был там, тот может сказать, что на самом деле... Да, да, это хорошо, что ты так думаешь, потому что в России не все так думают, в России вот надо только выигрывать. Но я к тому, что, ну, как спортсмен, он был хорошим, качественным спортсменом, ничем там не выделялся сверхъестественным. Но в плане методического, в плане того, что он ездит, что он живет в Европе, ездит по семинарам, ездит по конгрессам, по гребле, что не делает ни один специалист России. И вообще во всем русском сообществе, типа взять там белорусов, может, я не знаю, они там как-то сами двигаются, я знаю, что они двигаются посерьезнее, чем двигаются мы, чем двигаемся мы. Но поэтому мне с ними интересно работать, потому что он всегда приносит что-то новое, а я люблю экспериментировать. Я не люблю вот с этого блокнота советского уже затертого-потертого выполнять работу. Мне нравится что-то придумать, и пусть лучше оно не выйдет, да, но я попробую. А если оно выйдет, то это круто. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы в ближайшие, вот к чему сейчас готовишься, о чем думаешь? Готовлюсь к Кубку России, как бы, да, готовлюсь на результат, там попасть в первую двойку, чтобы попасть на Кубки мира, там просмотреться за границей. Ну а в целом готовлюсь, конечно же, на чемпионат России, это попадание на чемпионат мира, одиночка 200, и хотелось бы попасть, не знаю, какая еще будет система отбора, в четверку 500. Вот это что в каное. Ну и помимо этого, это мне не мешает параллельно также иметь амбиции в САПе, и чемпионат мира по САПу будет в Португалии, как я сказал, и было бы круто просто съездить на два чемпионата мира в этом сезоне, поэтому я готовлюсь не то, что на чемпионат России, я готовлюсь на оба чемпионата мира, вот так я сказал бы. Ты красавчик вообще, я смотрю, у тебя инстаграм, вот, и кто не подписан, там будет тоже ссылка, ты смотрю, то есть реально то здесь, то там, и везде успеваешь, я смотрю, ты везде спортом занимаешься, вообще красавчик. Ну да, да, ну, такое, спасибо. Я тебе желаю успехов, а что ты, может быть, скажешь подписчикам, детям, то есть которые снова смотрят? Хочу сказать, что, ребята, все, если вы нас смотрите, вы на правильном пути, у вас все получится, занимайтесь не то, что греблей, занимайтесь спортом, занимайтесь активным образом жизни, здоровым образом жизни, этого очень не хватает на сегодня, а возможностей, как вы видите, все больше и больше, и они есть, поэтому, если вам нужна наша помощь, мы всегда рады вам помочь, вот, как, например, Ровинг Трейд канал, это делает совершенно все для вас, и я с удовольствием делюсь с вами нашими общими знаниями, какими-то достижениями, поэтому всем гребли, всем мир, всем пока. Да, спасибо, что нас смотрели. Андрюх, очень был рад тебя видеть, спасибо, что пришел к нам. Мы с тобой запланируем потом обязательно день открытой двери тренировать с детьми, и, надеюсь, еще, может быть, проведем с тобой, может быть, пару тренировок каких-нибудь там в зале, или еще что-то ты расскажешь про себя еще. Можно, на понтончик, и таких есть, да, какой-то основной арсенал упражнений, которые я, типа, делаю прям постоянно. Да, потому что реально дефицит есть, это видно, и, к сожалению, у нас нету этого медийности, так вот, нашего вида спорта. Поэтому сделаем его популярным. Все, всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok